рынок мертв тело лежит признаков жизни не подает и вроде говорить не о чем и обсудить нечего но на самом деле именно в такие моменты стоит рассмотреть рынок со всех сторон оценить информационное пространство оценить настроение которые царят посмотреть на сами активы целом нужно сейчас проанализировать что же происходит с рынком и куда это все может нас привести сразу перейдем к делу сначала поговорим на словах потом перейдем уже и к самим графиком если просто оглянуть взглядом то что происходит вокруг первая мысль что приходит это апатия это очень похоже на глубокую медвежку признаки которые сейчас есть связаны с информационным пространством конкретно с притоком новых людей с объемами на бирже с выходом новых проектов все свидетельства о том что рынок в стадии глубокой медвежки но так это выглядит так ли это или нет мы сейчас обсудим я предлагаю пройтись по пунктам и график посмотреть и в целом что с этим совсем происходит начнем наверное с глобального графика биткоина это месячный график некоторые ключевые уровни которые я для себя вижу я отметил и отметил примерную фигуру которая отрисовывается на графике я не являюсь техническим аналитиком но с точки зрения теханализа я эту картину сейчас вижу именно так фигура которая отмечена белыми линиями она очень глобально это месячный график напоминаю она на данный момент похоже на восходящий клин восходящий клин если обычными словами это такое движение вверх которое потихоньку потухает терять силы в какой-то момент прорывает нижнюю линию двигается вниз вот глобальная картина сейчас вырисовывает вот эту ситуацию но от этого нам никак не легче потому что если взять в расчет что эта фигура реальная она будет отрабатывать у нас очень большой диапазон как вниз так и вверх мы видим что прямо в эту секунду это 92 сверху и 40 тысяч снизу это большой разброс который по сути никак не помогает нам совладать ситуации какие-то оценки давать просто диапазон чуть облегчает понимание для того чтобы какие-то ожидания для себя выстроить надо будет учитывать еще очень много факторов и вот эта картина это всего лишь наверное один процент информации просто чтобы мы визуально это увидели для себя как-то приценились присмотрелись сверху уровне которые отметил это направление движения зеленое и красное зеленое это хорошо красное это плохо все очень просто элементарно вот это оранжевая такой водораздел которым можно будет пока что считать поддержкой на языке технического анализа после пробития да там и вот это белое пробить это все будет очень плохо пока что внутри не все так ужасно как могло бы быть следующий график который хотел бы рассмотреть это dx айт из индекс доллара и здесь есть положительные подвижки то есть движение дальнейшее в эту сторону может тоже послужить неким усилителем для того чтобы рынки начали как-то оживляться расти и это может быть таким косвенным признаком опять же ни один из графиков которые мы будем рассматривать не несет в себе догматическую информацию и не является единственным ключом это все папка кусочки пазла который мы сейчас пытаемся собрать и здесь есть четкое желание графика скажем так немножко вниз подвигаться потому что постоянное битие вот этого диапазона может в какой-то момент спровоцировать его пробить и однако пойдем смотреть следующие графики следующий график который нужно узнать посмотреть smp 500 smp 500 ведет себя максимально уверенно как обычно несмотря на все вещи которые в мире происходят она растет будет ли так всегда не знаю никто не знает но на данный момент как информацию принимаем что smp 500 смотрится очень уверенно и никаких глубоких коррекциях не думает на данный момент далее будет видно выбор и все такое то может повлиять на данный момент все смотрится очень даже уверенно следующий график который мы посмотрим эфириум тоже месячная глобальная картина она похожа на один график который мы как-то рассматривали выпуске про теханализ это моя нелюбимая фигура технически не нравится мне потому что очень большой диапазон полная неопределенности нету дедлайна потому что не нет смыкания линии как бы какой-то момент график не должен из него выходить скажем так поэтому это никакую аналитику не дает единственное что нам дает это диапазон да то есть наверху это уже в данный момент 78 тысяч внизу 1800 1700 то есть если эфириум должен двигаться в рамках вот этой фигуры эта фигура верно давайте эти стрелочки найду там диапазон получается до 1780 наверху у нас 7 800 8000 естественно не догма что эти линии будут отрабатывать и далее несмотря на то что здесь у нас есть три касания здесь у нас больше касаний но в любом случае сейчас глобальная картина по эфириуму смотрится так как будто он свою коррекцию скажем так отработал и особо дальше и некуда падать и хотя 500 долларов это конечно не маленькая разница на случай с эфириумом это 25 26 процентов это не такая уже глубокая коррекция которая бывает на крипто рынке то есть особо далее некуда согласно техники падать эфириума будет ли так посмотрим давайте посмотрим еще несколько альткоинов чтобы понять что в целом происходит с рынком пойдем наверно по очереди следующим посмотрим салону салоны похожая ситуация с предыдущими героями происходит движение на некоторые вещи уже вырисовывается здесь уже некую линию видим белыми делаем снизу скорее всего я сейчас точно не нанесу потому что график все-таки месячный но какая-то такая фигура сформировалась может ли салона пробить начать двигаться вверх и так далее но значит может сейчас не об этом здесь тоже от некий диапазон относительно вырисовывается где цена может внутри двигаться до момента движения импульсного рынка в ту или иную сторону скажем так следующий актив это нас мемби относительно тоже сильный актив тоже чувствует себя очень даже хорошо то есть на этих активов которые мы сейчас смотрим вот эта вся коррекция которая много месяцев идет незаметно но мы скоро перейдем и к таким где это все уже видно то есть мы видим что вот этого не произошло возврата сюда куда-то не происходило это все находится опять-таки на хаях предыдущего цикла еще один актив который казалось бы хорошо скорректировался там мир протокол то есть практически с хаев 8 9 долларов на 50 60 процентов актив уже спустился но опять же он не вернулся свои зоны дна которые уже были да там доллар соответственно нет тоже чувствует себе неплохо чтобы еще рассмотреть вот давайте актив который себя плохо чувствует это у нас космос зеленым отмечена зона которая я предполагал что является именно полностью зоной накоплений хотя естественно мы всегда знаем что выходы из каких-либо границ это всегда дело такое но однако с границами проще просто работать сейчас я отмечу вот так вот мы по сути атом очень плохо себя чувствует болеет прям можно сказать лихорадку поймал я сейчас вот это тоже белым сделаю по сути в прошлом году в августе атом находился вот здесь отметки 7 долларов я по 7 и покупал 11 большую часть продал сокращал тогда долю атома нам так получилось что сейчас атом находится намного ниже этих отметок и вот можно сказать что он или вышел из своей зоны накопления условные или его просто очень сильно расширил любом случае с точки зрения вот визуала графика и ощущения атом чувствует себя очень очень плохо на однако та часть актив которые есть у меня я их трогать не собираюсь просто смотрим дальше следующий герой это на суе суе как раз таки хорошо тоже себя чувствует там по сути дал пас стопроцентный рост момент своего последнего падения сильного во время которого он возвращался практически на свое дно прошлого года получается и сейчас чувствует себя лучше чем среднем по рынку но не как бемби не как салона и другие герои да то есть один доллар в рамках вот вот этой логике локальной там до 220 легко может помпануться даже если не будет импульса самим рынком то есть вот я эти локальные фигуры как для себя рассматриваю это по сути маленькие свои игры у некоторых активов есть маленькие ориентиры тоже которые могут помогать потому что они очень легко могут разрушаться если рынок импульсивно начнет двигаться в ту или иную сторону например пампится то все эти фигуры могут просто перестать быть актуальными надо будет искать новые вот брат близнец и аптас давайте аптас посмотрим аптас ну да хуже себя чувствует соберем я просто день на ночь поменял теперь все графики темной олене по старинке но получается вот та линия которая до этого помогала аптасу держаться она больше не актуальна пока аптас не вырвется скажем так наверх не закрепиться внутри вот этого тела движения аптас себя чувствует хуже чем свои ну то есть он почувствовал себя также если вы сейчас стоил 8 9 долларов но однако мусап то сам чуть похуже и он очень близок к тем отметкам по которым я свое время покупал 533 но на относительном мне ничего не гарантированно просто пока смотрим графики оптимизм эту фигуру получается разрушил месяц его вот этот наверно удалю потому что он не актуален так оптимизм тоже хуже свои скажем так это у нас ребята которых уже суе находится ниже не восстанавливался до двух-трех долларов но дальше поддать пока не падал скажем так не очень плохо выглядит я сейчас попробую найти глобальную линию если это возможно но относительно вот так выглядит это месячный надо учитывать а у меня даже мышки нету поэтому я не очень точно буду попадать тоже похожая ситуация именно тело движения похоже на свои но силы меньше чем у свои и тоже близко очень тем значением по которому мне тогда удалось взять всего лишь 20 центов разница соответственно если эта фигура реалистично то в рамках вот этого движения опять же вот теапазон можно увидеть посмотрим какие тело движения с рынком еще будут целом один комментарий насчет графика чтобы вы понимали как я к сам графику отношусь для меня график является но допустим 100 процентов информация график это 5 10 процентов от всей информации просто не учитывать график нельзя но основываться только на графике я не основываюсь то есть надо посмотреть 9 параметров и еще и график вот сейчас мы чем занимаемся мы просто смотрим один из 10 параметров еще парочку наверно посмотрим эти тон там вот видим что несмотря на вот новостная повестка арест это все плохое что происходило то он опять же не скатил потом бат куда-то не упал и намного выше находится всех отметок которые были в первой зоне теперь он находится другой зоне до в нижней части но во второй зоне и сюда он не перешел поэтому что могло навредить тону что еще хуже могло произойти чем то что произошло но наверное не знаю удаление приложения telegram из play market или appstore вот пока этого нет наверное самое плохое что могло случиться уже случилось поэтому ну или блокировка telegram если это технически возможно конечно то он себя показал хорошо что есть то есть следующий герой это дот у дота похожая картина с атомом на в отличие от атома он не вышел куда-то сюда не ушел то есть если бы он себя вел как атом он бы находился на отметке сейчас там два доллара возможно даже ниже 2 удерживается внутри вот этой зоны которая четко вырисована да то есть эти две белые линии это четкая зона прям зеленая это покупки которые в среднем получились 4 доллара 6 центов на данный момент чуть выше но по сути на тех же отметках по которым тогда удалось зайти ничего там глобально не изменилось технически выглядит для того вот человека которые смотрят с отдаления и ищет зоны классно смотрится если там поспекулировать если не совсем понимаешь о чем речь тогда ужасно выглядит поэтому здесь восприятие будет тоже зависит от конкретного человека теперь давайте посмотрим новичков пазака информативность графика скажем так мало информативен но очень жестко актив падал все таки и сейчас находится в просадке по соотношению к его средним точкам когда выходил когда начал торговаться просадка приличная давайте замерю вот условно откуда-то отсюда без хвостика но 37 процентов и в пике 55 процентов это приличная просадка единственное что стоит отметить это падение объемов то есть особых больших продаж больше не происходит и скорее всего какой-то откуп тоже происходило судьба будет сейчас зависеть у актива очень сильно тенденция рынка скажем так если достаточно людей вышли уже у которых были активы распродались ушли объем уже отобрали то в принципе могут двигать обратно конъюнктуру рынка я думаю сейчас очень сильно маркет-мейкеры вычитывает поэтому движение против рынка не так часто мы будем видеть ближайшее время здесь хотелось бы отметить что изначально закап портфель попал небольшой объем по ценам выше из-за докупа цену удалось внизить но вот не до этих отметок пока что телодвижение я не делаю но буду смотреть за объемом если увижу что все окончательно потухло возможно еще какой-то объем доберу возможно оставлю как есть давайте назад у нас следующий герой это у зеро зеро чувствует себя лучше на узора по сути вот этого не произошло хотя с объемами похожая ситуация такое ощущение что выкуп происходил на росте они вот здесь на страхе возможно в любом случае каких-то жестких продаж мы не видим коррекции происходят но все цена опять возвращается то есть откуп происходит хвосты очень сильные это один из немногих активов которые выходили уже весной и далее которые сейчас находятся выше своих точек входа не те которые с прошлого года а именно вот в этом году потому что активы с прошлого года несмотря на всей коррекции часть из них до сих пор с иксами сидят например мир например бемби та же солана было сексами авакс тот же да то есть не все так сильно скорректировались а вот то что в этом году попали их большая часть с просадками заро это один из таких исключений хотел обратить внимание следующий анти герой анти герой почему говорю потому что его целенаправленно гасит в интернет пространстве такое ощущение что покупные прям комментарии везде засылается под видеороликами на ютюбе это чатах куда не посмотришь очень часто можно услышать что старкнет скам то есть вот это такое не нарратив но посыл к людям что старкнет у плохо старкнет плохой он не восстановится бегите из него да еще и директора уволили поэтому с точки зрения графика похожая ситуация с некоторыми неудачно вышедшими активами которые в спешке захотели войти весной мы помним как они спешили вышли и возможно вот это все по плану идет отбор монет возможно нет будем смотреть по старку хотел отметить что брал выше докупал делал цену ниже за счет усреднения но не учитывал здесь на графике еще не отметил стейкинг именно старка который происходит на ностре в лендинге и добавочные монеты получаются возможно после прибавления цена станет ниже здесь бы тоже хотелось отметить что пришлось делать некоторые дополнительные покупки чтобы цену снизить из-за стейкинга количество монет тоже растет я на ностре стейка но пока что не отмечал здесь целом на портфель старкнета было по один полтора процента где-то поэтому это не страшно но в любом случае это пледо активов которые вышли уже после локального роста зимой и весной поэтому тоже чувствует себя очень плохо но по старкнету хотелось бы отметить отдельно большой негативный фон в информационном пространстве я не совсем думаю что это естественный процесс у меня есть подозрение что это направляем это какой-то процесс потому что слишком много именно к старкнету мы можем открыть много других активов и увидеть такое же падение например вот оптас но нету на оптасе такого негатива реально нету этот негатив есть только сейчас прямо на старкнете такое ощущение что прям специально жестко настраивают людей против ну возможно посмотрим продавать его не собираюсь стейка на ностре и посмотрим что с этим будет теперь возвращаемся к тому с чего начали графики смотреть график биткоина если сравнивать с большинством альткоинов биткоин чувствует себя сильнее но он не лучше всех точно так же себя ведет как идет себя например бенби примерно как солана может чуть лучше примерно как эфириум лучше но в целом картины похожи на многих активов то есть бенби себя ведет вообще не хуже чем биток вот давайте просто открою даже может и лучше ну примерно одинаково поэтому считать что вырос только биток вся остальная альта упала жестко скорректировался только биток остался на коне это неверное утверждение мы это на практике увидели то биткоин чувствует себя лучше чем процентов 90 рынка но не 100 поэтому делать томозаключение что только один биток и вырос если вы только биток имел человеком бы был в плюсе а все остальное это было в минусе это неверно условно два человека которые купили либо биток или салону здесь того кто купил салона было бы прибыли больше естественно никто не сможет угадать конкретно что надо брать поэтому есть диверсификация для этого но в любом случае наверное активы надо поделить на несколько категорий одна из них это активы которые ведут себя как биток то есть выросли и сильно не скорректировались а вторая категория это те которые выросли очень сильно скорректировались и третья категория это новые активы которые вышли и не очень удачно себя показывать на данный момент возможно есть вероятность что это по стадии когда монеты которые были розданы через аэродропы и другие истории просто откупаются негативный фон информационное давление рассказа о том что все это с камина возможно части инструментарий которые для этого используются время все покажет и все расставит на свои места целом технически это наверно все одно небольшое действие с портфелем я делал перелив наверное на днях это опубликую в канале как в канал попасть это вот ютюбе можно нажать сюда channel bot попасть вот сюда начать и выбрать вот публичные каналы здесь будет сетка это основной канал просто здесь появится про перелив если интересно будет переходите сюда чтобы его увидеть следующее что хотелось бы рассмотреть это какие же активы сейчас есть людей в свете того что происходит по факту большинство опросов большинстве мест какие-то информационные ресурсы показывают что биткоина как такового у большинства людей нету у ритейла нет биткоина если у людей эфириум тоже не на большую часть то есть 10-15 процентов от портфеля участия людей это фильм но по большей части большинство участников рынка то есть абсолютное большинство имеют своих портфелях именно альткоины без эфириума соответственно из этого такой осторожно вывод можно сделать что эфириум и биткоин сконцентрирован больше в руках крупных держателей чем у ритейла чем все остальные активы поэтому с точки зрения риска как и ранее риск на остальные койны более завышен чем у этих двух активов но мы учитываем что фундаментальные серьезные активы также выкупаются во время просадок и концентрация этих активов происходит и желание также сконцентрировать своих руках и активы есть у тех людей которые управляют движением но маркет мейкеров условно или владельцев или команд или инвесторов поэтому участие активов движение в сторону концентрации тоже идет но естественно все альткоины очень жестко отстают с точки зрения консолидации перед эфириумом и bitcoin то есть здесь у нас никаких изменений нету рынок так выглядит уже давно есть консолидированный актив bitcoin чуть менее сконсолидированы эту фильм и далее уже все остальные с этим все также здесь ничего не изменилось и сразу плавно перейдем к нарративу к настроению который царит распространяется и поощряется скажем так дело в том что у нас есть ребята которые собирают данные скармливают определенным ботом получает определенные результаты то есть мы такую тему сделали экспериментально которую считывает нарратив информационного пространства каких-то вещей которые публикуются там в разных местах скажем так пока не хочу много раскрывать но по сути нарратив вниз занимает в информационном пространстве 70 процентов вверх 30 это просто что вы учитывали далее этот инструмент скорее всего мы где-то будем публиковать результаты каждодневном режиме пока просто экспериментируем но даже без этого инструмента невооруженным взглядом я думаю апатия видна всем как бы куда не посмотришь куда не зайдешь это можно заметить и у старых участников и у новых у всех есть нотки апатии скажем так приток новых людей на рынок притормозился целом вот атмосфера такая гнетущая негативная и это признак какой стадии рынка мы знаем но мы к этому заключением чуть позже коснемся сейчас просто фиксируем что нарратив отрицательный он четко явно прослеживается то что дальше хуже поэтому это транслируется и это занимает 70 процентов информационного пространства но если вернуться к предыдущей информации про соотношение долей владения активами в портфелях можно подумать что раз уж все сидят рынке полностью купили на все сто процентов и купили определенные активы по большей части это альткоины кроме эфириума вероятно что поднимать цену смысла нет потому что все эти люди вдруг разбогатеют здесь есть еще один момент который нужно учитывать я несколько раз проговаривала видео и в ауди уже на месяца два эта мысль пришла и хотел чтобы и опять услышали тот факт что кто-то имеет актив который купил даже в зоне накопления сейчас ранее это не знает что он досидит до стадии распределения и чем дольше вот эта вся апатия будет длиться тем больше вероятность что при маленьких значениях то есть без убыток или немножко роста человек выйдет вот та апатия которая сейчас нагнетается не даст большинство людей досидеть до каких-то хороших значений это надо фиксировать поэтому если у всех есть они все должны разбогатеть вот это ответ на этот вопрос нет все произойдет примерно как обычно и отсюда очень важный момент просто плюсуем все что мы только что проговорили представим что есть какая-то логика двигать цену вниз дальше какая она может быть чтобы что произошло притока новых людей на падающем рынке не происходит это факт это мы все знаем люди приходят когда цены растут соответственно новых покупателей на активы так привлечь не получится можно ли сделать так чтобы люди откупали которые уже в рынке нет потому что люди уже полностью в рынке и тоже больше скажу они чаще всего будут выходить из-за этого они покупать по новой поэтому опуская цены привлечь людей а по сути привлечь ликвидность не получится тогда для чего можно было бы опускать цены дальше вот примерно из-за этого эта мысль приходила чуть раньше и видимо обоснованное чтобы добить психологически участников рынка чтобы при росте они вышли без убыток это логически имеет смысл делать других смыслов опускать далее цену нету старые не купят новых не придет зачем это делать дожать до давить довести до апатии то есть все стандартные процедуры медвежьего рынка в прямом смысле без каких-то иносказаний и да если совместить все это вместе то мы четко видим череду действий событий информации которая подтверждает что это некая часть медвежьего рынка какая-то за ее стадии финальная или предфинально не суть мы вангованием на канале никогда не занимаемся мы работаем с тем что примерно можем пощупать по факту давить дальше людей имеет только смысл если ты хочешь чтобы они выскочили или сейчас разочаровавшись или при каких-то небольших значениях потеряли веру как бы странно не звучало говорить про веру на крипто рынке но я имею эту веру в рост актива потому что в то что старкнет может вырасти то что там су и может там 10 долларов будет стоить и так далее вера пропадает с каждым днем у все большего количества людей все работает как часовой механизм я больше скажу в этой стадии рынка снимать обзор про рынок тоже не хочется я просто посчитал очень важным и нужным некоторые вещи показать потому что в этой стадии снимаю такого скажем так рода видео ожидать хорошей реакции бурной реакции или теплого приема не приходится я примерно понимаю что часть реакции может быть негативной потому что нарратив негативный 70 процентов вниз 30 вверх и когда ты что-то положительно хочешь сказать ты должен понимать что будет отпор и это нормально я к этому готов но это надо было сделать это все можно сказать будни инвестора и это все эти сложности которые он по пути должен встречать наверное самая сложная стадия или одна из самых сложных но это надо преодолевать без этого никак без медвежки не произойдет тех психологических надломов у игроков которые необходимо сделать как дед говорил на большую гору очень много снега выпадает соответственно чем больше задачи тем больше проблем и эти проблемы надо воспринимать как этапы которые нужно преодолеть я эту формулу вывел для себя то есть все что происходит с рынком эмоционально не должно затрагивать и конять меня лопать чтобы взгляд не был затуманен разум был чистый я мог видеть картину как есть они то что для меня рисует как и в прошлый раз было так и сейчас поэтому лично я не планирую расставаться с портфелем фиксировать впадать в апатию и так далее понимаю что когда я что-то говорю это может стать прямой рекомендации к действиям кому-то я максимально стараюсь некоторые вещи говорить но это вот то что я про себя могу сказать то есть меня в лопатью эта ситуация вогнать не способна потому что план был план есть и план плану будем придерживаться скажем так а эту ситуацию я воспринимаю лично я необходимую часть одну из частей скажем так медвежьего рынка ее надо пройти это я все что сказал это касалось лично меня каждый кто слушает он должен сам принимать решение тысячи раз говорил и тысячи первый раз скажу не надо делать как я делайте как вы если это слушаете просто как кейс со стороны вот человек так но вы должны принимать ответственное решение осознанное чтобы потом не нарушать свой план если план будет рожден не внутри взят у кого-то просто под копирку есть вероятно что вы его нарушите что же перейдем к выводам глобально если совместить всю информацию которую мы рассмотрели какие выводы можно промежуточные сделать стадия ли это распределение стадии распределения не выглядит так как сейчас в стадии распределения людей призывают что-то покупать сейчас никого не призывают что-то покупать нарратив отрицательный все такое было ли весна стадия распределения по крипто рынку ну если так то крипто рынок уже не тот и нам особо тут делать ничего я склонен думать что это не было распределением потому что многим активом никогда было распределяться за один день не распределяется естественно все возможно но нет это не выглядело как распределение из этого вытекает лишь что распределение впереди скажем так с большей вероятностью да это вот если прям все резюмировать далее у большинства людей мы фиксируем что именно альта не bitcoin не фильм альта обычно соответственно называть и считать что эфириум распределен среди людей или bitcoin я бы не стал я все-таки считаю что это очень консолидированные активы очень подконтрольные и их судьба находится скажем так более прогнозируемой части чем все остальное но однако альткоины распределены у людей их много то сидят ли они до верхов но это большой вопрос аргументы уже были повторять не буду очень большой вопрос сколько продлится вот это давление на нас я думаю что ровно столько сколько необходимо чтобы прям добить так как я в этом процессе не участвую я не сижу в том кабинете кабинетах или тех структурах фирмах где это все решается знать метрики не могу я могу только по свои ощущения говорить по моим ощущениям но если и надо дожать то не очень-то сильно потому что но она апатия почти пиковая если есть необходимость дожать еще то наверное это будет уже не финал может предфинал но вот чуть-чуть осталось чтобы добить последних стойких ребят а уже после можно гонять цены туда куда надо рисовать распределение там уже практически никого не будет потому что когда дым сядет окажется что опять соотношение 95 на 5 и ничего на рынке не меняется поживем увидим меня зовут арсен здесь говорят правду